Василий Аксенов Писатель родился в Казани. Его отец Павел Аксенов был председателем Казанского горсовета и членом ЦИК СССР. Мать Евгения Гинзбург окончила исторический факультет Казанского Восточного Педагогического Института и устроилась сначала корреспондентом, а затем заведующей отделом культуры областной газеты «Красная Татария». Для обоих родителей брак стал вторым, и у каждого уже были дети. У отца дочь Майя, у матери сын Алексей. Будущий писатель был их единственным общим ребенком. Писатель родился в Казани. Начинались прыжки и дикие танцы. Все переносилось в большую комнату, где не было кровати и где часто крутили патефон. Однако вскоре все изменилось. В 1937 году, когда Василию Аксенову исполнилось 5 лет, родители арестовали. Мать обвинили в участии в Троцкистской террористической организации. Отца в притуплении большевистской бдительности и антигосударственной практике работы. Евгению Гинсбург приговорили к 10 годам тюрьмы и еще к 5-ти. Ссылки. Павлу Аксенову повезло меньше. Сначала ему грозила смертная казнь, но через несколько месяцев решение пересмотрели и заменили на 15 лет лагерей без права переписки. Все время, пока обсуждался приговор, отец сидел в камере для смертников. Семейные имущества сразу конфисковали. Старшие дети стали жить у родственников, бывших супругов, а Василия Аксенова отправили в Костромской детский дом. Его забрали оттуда только через год, когда брат отца Андреан Аксенов смог разыскать маленького племянника и сумел забрать его из Костромского детдома. Началась Великая Отечественная война. Сражений в Казани не было, но вскоре наступил голод. Чтобы достать хоть что-то к ужину, тетя Ксения Аксенова распродавала на базаре вещи. Сначала свои, потом эвакуированных ленинградцев. У блокадников часто не хватало сил везти пожитки дальше, в Сибирь, и они бросали имущество прямо на дорогах. В Зенице Ока Аксенов писал, «С каждой продажи она получала 10% денег и покупала для нас то кирпич хлеба, то сумочку картошки, то вязку лука. А мы, дети, сидели на подоконнике и ждали, когда она появится. Уже потому, как она передвигала свои опухшие ноги, мы понимали, будем ли мы ужинать». Историю своей семьи Василий Аксенов узнал только после войны, когда нашел в коммунальной квартире у дяди небольшую коробку с вещами родителей. А в 1947 году получил письмо от матери. К этому времени Евгения Гинсбург отбыла 10 лет заключения и теперь жила на поселении Магадани. В 1948 году она добилась разрешения на приезд сына, и летом Василий Аксенов переехал на Дальний Восток, где закончил 9 и 10 классы. В книге «Крутой маршрут» Гинсбург вспоминала. Уже через несколько дней после своего приезда Вася сказал, «Мама, надо бы что-нибудь живое в доме иметь, щенка или котенка». Он не знал, что такое скромное желание очень трудновыполнимо в тогдашнем Магадане. И собаки, и тем более кошки, были здесь пока предметом импорта. В ссылке мать вышла замуж во второй раз за репрессированного доктора Антона Вальтера, и они жили втроем. В дом часто приходили гости – врачи, бывшие ученые-профессора, которые работали вахтерами и уборщиками. Васька просто был счастлив временами, что может слушать никогда ранее не слышанные споры и разговоры, писала Евгения Гинсбург в «Крутом маршруте». Она же познакомила сына с поэзией Серебряного века. По вечерам читала ему Анну Ахматову, Игоря Северянина, Николая Гумилёва. Наизусть рассказывала стихотворение запрещенного Бориса Пастернака. В это же время Василий Аксёнов попробовал писать сам. Он начал с четверостишей и небольших приключенческих рассказов и по собственным воспоминаниям вообразил себя поэтом. После окончания школы Аксёнов захотел поступать в литературный институт, но его отговорили мать и отчим. В 1950 году Василий уехал из Магадана и поступил в Казанский медицинский. Учеба давалась ему легко, однако мало интересовало. В свободное время он писал стихи и ходил на концерты Олега Лундстрома, где впервые услышал джаз. В книге «Простак в мире джаза» или «Баллада о 30 бегемотах» Аксёнов писал, «Вся моя юность была слегка озарена этими шанхайцами, как огнями далекого ночного мира». В 1952 году состоялся литературный дебют Аксёнова. Его стихотворение «Навстречу труду» о студентах-строителях победило в поэтическом конкурсе газеты «Комсомолец Татарии». В конце этого же года писателя исключили из вуза. При подаче заявлений студент умолчал о том, что его родители – враги народа. Однако в марте 1953 скончался Иосиф Сталин и правила смягчились. А в 1954 году Аксёнов перевелся в Ленинградский медицинский институт имени Академика Павлова. В Ленинграде Аксёнов стал стилягой. Он выучился играть на гитаре, исполнял свои стихотворения под блюз и часто гулял с друзьями по веню встреч Невскому проспекту. В 1955 году из лагерей вернулся отец. Василий Аксёнов приехал к нему в Казань на несколько дней. Им пришлось заново знакомиться, а позже они общались в основном письмами. В апреле 1955 года отец писал, «Скажу откровенно, письмо твое мне не понравилось. Из него я вижу, что ты вместо изучения наук занимаешься нытьем. Мне известно, что ты не желаешь пользоваться трамваями, а предпочитаешь раскатываться на такси, покупать для своих диз дорогие места в театрах и так далее, а затем по несколько дней в месяц голодать. Что это за безобразие, что это за позор?» В 1956 году Василий Аксёнов окончил мединститут. Он мечтал устроиться доктором на суда дальнего плавания и посмотреть мир. Но из-за судимости родителей путь в Балтийское морское пароходство был закрыт. В следующий год писатель работал карантинным врачом на Крайнем Севере, в Карелии, в Ленинградском морском торговом порту, а в конце года устроился в туберкулезную больницу в Москве. Он начал писать рассказы, и по рекомендации литератора Владимира Померанцева писатель отнес тексты в журнал «Юность». Главный редактор Валентин Катаев как раз искал новых авторов. Рассказы опубликовали в 1959 году. А в следующем году в издании появилось еще одно произведение писателя «Повесть коллеги» о трех друзьях, выпускниках Медицинского института. Повесть сразу принесла писателю славу. Коллег хвалили известные литераторы Ивтушенко, Гладилин, а через несколько месяцев режиссер Алексей Сахаров взялся за экранизацию произведения. На главные роли пригласили звезд отечественного кинематографа Василия Ливанова, Василия Ланового и Олега Ануфриева. Вскоре писатель ушел с работы в больнице и стал профессиональным литератором. Роман «Звездный билет» Аксенов принес в редакцию «Юности» в 1961 году. Это была история о молодых людях, которые не признавали авторитетов и сбежали в Таллинн. Их не тянуло на великие стройки, они рвались на запад. И на протяжении всего произведения взрослели, меняли отношение к действительности. Режиссер Александр Зархи по этому роману снял кино о современной молодежи. А в это время за журналом в библиотеках выстраивались очереди. Однако вскоре в адрес автора начала звучать критика. В рабском преклонении перед Западом и навязывании сомнительных и скверных идей Аксенова упрекал сам секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Павлов. Редакция «Юности» смогла отстоять своего нового автора. В 1962 году состоялась премьера картины «Мой младший брат» – экранное название «Звездного билета». Вскоре писателя включили предколлегию журнала «Юность». Через год на встрече с творческой интеллигенцией Никита Хрущев раскритиковал Василия Аксенова. Генеральный секретарь заметил, что писатель аплодировал после выступления Андрея Вознесенского, вызвал его к трибуне и отчитал. «Вышел Вася Аксенов. С места в карьер на него Хрущев. Вам что, не нравится советская власть?» Тот говорит, «Да нет, я стараюсь писать правду, то, что думаю». «Ваш отец был репрессирован?» – говорит Хрущев. «Это он научил вас ненавидеть советскую власть и клеветать на нее?» Михаил Ром из «Устных рассказов». После встречи с Хрущевым нападки на журнал «Юность» усилились. Редакция опасалась, что издание закроют. Тогда Аксенов написал статью «Ответственность» для газеты «Правда». В тексте он признавал ошибки и обещал отражать настоящую действительность. Он вспоминал, «Составлять ее, статью, мне помогала чуть ли не вся редакция. Все вздыхали, поднимали глаза к потолку, разводили руками. Надо спасать журнал». В 1966 году Аксенов участвовал в демонстрации на Красной площади против реабилитации Сталина, а затем регулярно подписывал открытые письма в защиту диссидента, за что получал выговоры от Московского отделения Союза писателей СССР. После выхода в 1968 году в журнале «Юность» сатирической повести «Затоваренная Бачкатара» писателя исключили из редколлегии журнала, а это произведение стало последним опубликованным в СССР текстом Аксенова до перестройки. С конца 60-х годов писателя называли антисоветчиком и совсем перестали печатать. Но запрет не мешал Василию Аксенову писать. Только теперь его произведения выходили в самоздате. Шесть лет, с 1969 по 1975 год, литератор работал над романом «Ожог», в который Аксенов добавил и некоторые автобиографические детали. Главный персонаж вспоминал Магадан, где проходила юность автора. Писатель зарабатывал на жизнь переводами художественной литературы. На гонорары Аксенов уехал на юг и поселился в Коктебеле, где с 1977 по 1979 год писал роман «Остров Крым». В этом же, 1979 году, он вместе с советскими постмодернистами Андреем Битовым, Виктором Ерофеевым, Евгением Поповым, Белой Ахмадулиной и другими писателями выпустил литературный альмонав Митропой. В самоздатовском сборнике публиковали произведения, которые были запрещены цензурой. Тираж составил всего 12 экземпляров. Номер перепечатывали и передавали из рук в руки в литературных кругах. Аксенов вспоминал, «Альманах Митрополь – вот подлинная литературная плеяда наших дней. Он дал тем, кто в нем участвовал, и тем, кто был рядом с ним, новое ощущение среды, что, казалось, давно уже испарилось под идеологическими и политическими сушилками. О этой среде он вернул почти уже забытое ощущение праздника». После публикации авторы подверглись гонениям. Попова и Ерофеева исключили из союза писателей СССР. В декабре 79-го года в знак солидарности организацию покинул и Аксенов. В 1980-м году, опасаясь преследования, он уехал в США. Спустя пару месяцев узнал, что его лишили советского гражданства. Писатель поселился в Вашингтоне и стал преподавать русскую литературу сначала в институте Кеннана «Потом», потом в других университетах. Параллельно он работал журналистом на станциях «Радио Свобода» и «Голос Америки». Именно в США впервые опубликовали произведение «Ожог и остров Крым». В конце 80-х, по приглашению американского посла Джека Мэтлока, Аксенов впервые после 9 лет миграции посетил СССР, а через год писателю вернули гражданство. Вернувшись в Америку, Аксенов работал на трилогии «Московская сага», где он описывал жизнь нескольких покорений одной семьи с начала 20-х до конца 50-х годов в Советском Союзе. В 1904 году октябрь опубликовал новый роман Аксенова «Вольтерианцы и вольтерианки» о Вольтере и Екатерине Великой. Произведение получило Букеровскую премию. 6 июля 2009 года Василий Аксенов после продолжительной болезни скончался в Москве. Писателя похоронили на Ваганьковском кладбище. После смерти в октябре того же года в печати появился его последний законченный роман «Таинственная страсть», героями из которого стали кумиры 60-х. Роберт Рождественский, Владимир Высоцкий, Андрей Вознесенский, Андрей Тарковский и Евгений Евтушенко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова